Я вас всех рада приветствовать на своем канале Астролог Света. Это прогноз для знака Зодиака Весы на апрель 2024 года. И прежде чем перейти к основному прогнозу, хочу сказать, что апрель месяц будет очень событийным, потому что 8 апреля будет солнечное затмение. Оно закладывает всегда тренд на ближайшие полгода, год или вообще на может быть очень длительное время, на несколько лет. Также будет много событий завершаться, потому что лунное затмение прошло 25 марта. И весь месяц будет ретроградить Меркурий. Ретроградный Меркурий – это всегда возврат в старые какие-то ситуации, которые нужно доделать. И первое событие – это с 1 апреля по 26 апреля будет ретроградить Меркурий в вашем седьмом доме. Седьмой дом, он про договоренности, про партнеров, причем про партнеров и мужа-жену, и про партнеров по бизнесу. И здесь какие-то договоренности могут переиначиваться. То есть в каких-то договоренностях вы можете прийти к каким-то новым соглашениям, вы можете возвращаться в старые договоренности, как-то их переделывать, пересматривать. Также седьмой дом, он у нас отвечает и за договора, то есть это может быть передел каких-то договоренностей. И причем весь месяц я вам не рекомендую начинать какие-то новые партнерские отношения, только если ранее они не были уже обговорены, и вы к ним как бы уже подошли, там именно просто заключительный этап подписать. Потому что ретроградный Меркурий – это всегда про завершение, но не про начало. Начало взаимоотношений, как правило, на этот период, оно будет недолгим, оно будет шатковалким, ну в общем и долго не простоит. 3 апреля будет соединение Венеры и Нептуна в Рыбках в вашем шестом доме. Но будем мы его чувствовать очень хорошо прям с 1 по 5 апреля, но кульминации именно 3 апреля. И здесь может быть про работу, что в работе первое у кого-то это могут быть влюбленности, в коллег, в партнеров, с кем вы работаете. Может быть это могут быть люди, просто ваш наемный персонал, кто-то. Первое – это могут быть влюбленности, но здесь бы я проверила влюбленности, насколько они на самом деле долгосрочные. Потому что Нептун, он может давать некую иллюзию того, что мне нужны вообще эти взаимоотношения. Но с другой стороны, Нептун, он также дает вообще такую безусловную любовь, поэтому у каждого это отыграется по-своему. И шестой дом – это работа, и здесь могут быть налажены в работе с вашим рабочим персоналом. Может быть или вы наладите общение, или может быть у вас с персоналом будут какие-то, знаете, прям такие духовные, душевные разговоры, что вы кого-то очень сильно поймете. И также шестой дом, он про домашних животных. Может быть здесь что-то будет связано с домашними животными. Может быть вы будете идти по улице, увидите какого-то котенка, влюбитесь в него и заберете его себе. 5 апреля Венера переходит в ваш седьмой дом, пробудет там почти до конца месяца, до 29 апреля. И Венера, могу сказать, везде, где находится Венера, она облагораживает сферы этого дома. Седьмой дом – это про партнерство, и поэтому в партнерских отношениях вам намного проще будет наладить взаимоотношения. Если у вас были какие-то ссоры, наконец-таки прийти к какому-то общему консенсусу. То есть седьмой дом – это про отношения. И Венера по седьмому дому у меня в отношениях начинает все гармонизироваться, становится все более хорошо. Вообще партнеры в это время, они могут вас или идеализировать, или знаете, как вы им можете больше нравиться. 8 апреля самое главное событие месяца – это новолуние в вашем седьмом доме. Новолуние плюс солнечное затмение в этот день пройдет. И здесь закладывается тренд прям на долгое время, на 3-6 месяцев, год может быть. Ну это вообще прям на долгосрок может быть ситуация. И новолуние – это всегда про начало чего-то. Седьмой дом – это начало партнерских отношений. Поэтому у многих весов может быть начало каких-то партнерских отношений. Причем, скорее всего, это будут партнерские отношения с теми людьми, с которыми вы были ранее уже знакомы. Или, например, ранее вы обговаривали, что вы с этим партнером хотите сотрудничать. Но здесь именно какая-то ситуация может быть на долгосрок. И это может быть не просто какая-то, знаете, там ситуация, которая за неделю, там, партнер новый появился, неделю вы поработали и разошлись. Это прям партнерство какое-то на долгосрок может быть. 10 апреля будет соединение Марса и Сатурна в вашем шестом доме. Ну могу сказать, вот это соединение, оно мне не особо нравится. Оно прям очень хорошо будет чувствоваться где-то с 8 по 12 апреля. И конкретно для вас, весы, это может быть очень травматичное время. Вообще это соединение, оно в принципе говорит о том, что это могут быть и переломы, и ушибы какие-то. Ну вот что-то может происходить. Причем, знаете как, Марс, он отвечает за все резкое, Сатурн за кости, суставы, зубы. Может быть резко там зуб выпадет. Или произойдет какая-то ситуация, там, ногой ударились, или вывих какой-то. То есть вообще это время травматичное. И если, например, только заранее у вас не было по плану там какая-то или операция, или что-то, например, связанное с тем, что, ну вот с организмом, да, будут что-то делать, или резать, или, ну, Марс, он отвечает за кровь, за резать, прям за хирургию, Сатурн за кости. И, например, если у вас заранее не была запланирована только эта ситуация, я вообще рекомендую отказаться от всего, что связано там с хирургией, с операциями, там, может быть, кость на место нужно поставить, суставы, потому что это очень травматичное время, и в этот период, наоборот, может все пойти не по плану. 21 апреля. Юпитер и Уран делают соединение в вашем восьмом доме. Причем это соединение вы будете очень хорошо слышать вообще всю вторую половину апреля. Это супер соединение. И Уран, он у нас отвечает за инсайты, за что-то новое, за модернизацию. Юпитер – это расширение. И в восьмом доме, восьмой дом – это про финансы, поэтому это может быть какой-то такой инсайт. Вообще это время инсайтов. И все вот, что к вам приходит в голову, оно может быть вам казаться очень сумасшедшим. Записывайте это, потому что в дальнейшем оно может принести очень большие плоды. И конкретно у вас оно может быть связано, инсайты, именно с тем, как заработать денег, или куда-то проинвестировать, или купить какие-то акции, облигации, или может быть какое-то совершенно новое, может быть там криптовалюта, например, будет, и вы захотите купить. И здесь может быть как озарение. Но с другой стороны, восьмой дом, он у нас также отвечает за психику. Может быть, это будет какое-то озарение, связанное с вашей психикой. Ну, кстати, также восьмой дом – это и про секс. Может быть, у вас какое-то озарение будет в вашей сексуальной жизни. 24 апреля – полнолуние в вашем втором доме. Полнолуние – это всегда завершение какой-то ситуации. Первое для кого-то – это может быть завершение, связанное с тем, что вы, может быть, зарабатывали-зарабатывали, и какой-то финансовый проект у вас закончился. Вообще это, знаете, как или получение денег, или получение зарплаты, получение каких-то инвестиций. То есть это получение какой-то выгоды. Но так как это полнолуние, эта выгода, она может закончиться. То есть это может быть последнее вообще получение выгоды. Но вы знаете, так как еще идет и квадрат от этого полнолуния на Плутон в пятый дом, то здесь может быть прекращение финансирования от детей, от бизнеса, от любовника, от какого-то творческого проекта. Но так как это квадрат, здесь знаете, как окончание может быть, с таким шлейфом, где-то я негатив какой-то испытала, как-то я не удовлетворена, что-то я там или недополучила, или какие-то деструктивные эмоции я там испытала. Но могу сказать, Плутон это планета трансформации, поэтому эта ситуация, она для выроста очень хорошая. Обязательно проанализируйте ее, почему так получилось, если вы там, например, недополучили прибыль, потому что в дальнейшем она может сыграть какую-то важную для вас роль. 26 апреля Меркурий перестает ретроградить в вашем седьмом доме. И с 26 апреля как раз-таки те партнерские отношения, которые новые придут в вашу жизнь, наконец-таки вы сможете увидеть первые плоды, так для чего же вам эти партнерские отношения, что вы с них получите. Или, например, после 26 получится только заключить договора, например, какие-то важные. Потому что в течение месяца может быть много ситуаций, когда у вас может быть или предложение договор заключить, или долгосрочных отношений, но они как будто бы оттягиваются. И оттягиваются как раз-таки из-за того, что Меркурий ретроградит в вашем седьмом доме. И после 26 апреля эти ситуации начинают складываться. 29 апреля Венера переходит в ваш восьмой дом. И весь конец апреля она там пробудет, еще и май какую-то часть она пробудет в вашем восьмом доме. И Венера там, где она находится, она всегда облагораживает эту сферу. И здесь я могу сказать, что все те сферы, которые связаны с получением финансов от партнера, может быть проценты там за какие-то вложения, или вы хотели получить, может быть, какие-то госконтракты или госсубсидии, госпошлины какие-то. Именно с 29 апреля в этой сфере может начать вести, получаться, вообще что-то происходить. И знаете как, даже если у вас складывается там какая-то негативная ситуация, вероятнее всего она закончится очень даже хорошо, потому что там, где есть Венера, даже негативные ситуации она облагораживает. И это был прогноз для весов. Весы у вас очень активный, очень интересный месяц, очень событийный. И я вам желаю самым наилучшим образом прожить апрель. Я вас целую, обнимаю. Обязательно подписывайтесь на мои аккаунты Астролог Света. Под этим видео есть ссылочки. И будьте всегда в курсе всех астрологических событий.